Минфин прогнозирует, что бюджеты регионов в 2022 году будут исполнены с профицитом, а вот в следующие два года, 2023 и 2024, ожидается дефицит бюджетов. В чем же причина нехватки бюджетов по прогнозу Минфина? Неужели специальная военная операция так повлияла, что власти вдруг полюбили своих граждан и начнут выполнять то, что обязаны? Неужели запланировали столько, что все социальные вопросы решат? Все, что запланировали, построят, всем помогут. Но нет, они просто продолжают прогнозировать то, что и так все знают – ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации. То есть денег будет все меньше и меньше, уверен экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин. Его мнение специально для Накануни ТВ. Да и все остальное. Когда говорят, что целые оригинальные бюджеты будут в дефиците, это не означает, что в регионах будет какая-то катастрофа. Это просто означает, что там будет несколько меньше денег, ну и в Москве тоже будет несколько меньше денег. Профицит московского бюджета выше, чем совокупный дефицит большинства регионов России. Ну вот этот вот прогноз очередной, он отражает, что у Минфина все хорошо, а в России плохо. Еще никогда прогнозы Минэкономразвития не исполнялись. По крайней мере последние, там, не знаю, четверть века. Прогнозы Минфина, которые основываются на прогнозах Минэкономразвития, также не имеют никаких шансов на исполнение. При этом исполнение бюджета полностью зависит от произвола Министерства финансов. Простой пример. У нас в мае месяце был профицит федерального бюджета 454 миллиарда рублей. После небольшого апрельского дефицита в 260 с небольшим миллиардом. Почему возник этот профицит? А потому что Министерство финансово в два раза сократило расходы федерального бюджета в мае по сравнению с апрелем. В два раза. Месяц к месяц. Какие здесь можно строить прогнозы? Если в голову взбредет, то и будут сделать, пока на свободе остается. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте.